Продолжение следует... Сонечка, ради всего святого обед. Я провожу вас. Умоляю. Борис Федорович, я вам бы не мешала поесть. А ладно, потом. Остальные как обедали? Нет еще. Непорядок, Софья Андреевна непорядок. Я понимаю, я пригласила, а тут мужчина какой-то приехал. Какой еще мужчина? Какой-то Воскобойников. Кто? Где он? В баре. Это обнадеживает. Марис Федорович. Да? Подождите меня здесь. Очень прошу. Конечно. Ну, а работу поменять не пытался? Пытался. Год монтировал жилые дома. Восемь на стройку, шесть дома. Она сияет от радости, а я хоть вой. Простите, Юрий Васильевич, если не ошибаюсь, Воскобойников? Да. Паламидов, Лев Григорьевич, слышали о таком? Еще бы рад познакомиться. Я вдвойне. Вот ведь как бывает, по наслышке, знаешь, кажется друг о друге все, а вот лично. Ну да познакомились все же, в конце концов. А вы, простите, тоже имеете отношение к расширенному техсовету? Я вас сегодня уже не первый раз вижу. Нет, я по другому делу. По какому же, если не секрет? По семейному. Не уделите ли мне несколько минут, Юрий Васильевич? Да видите ли, я не один. Ну, иди, я тебя здесь подожду. Благодарю. Я, откровенно говоря, не предполагал увидеть вас раньше понедельника, однако все сложилось как нельзя лучше. Прекрасный уикенд, смею вас уверить. Борис Федорович! Да? Вот ваш знаменитый сослуживец. И хочу надеяться в скором времени один из ближайших наших друзей. Надеемся. Друзья, соперники? Вот именно, нет, но прежде всего друзья. Сонечка. Да, Лев Григорьевич. Подыщите номерок для товарища Воскобойникова. Мы его сегодня никуда не отпустим. Правда, Борис Федорович? Безусловно, безусловно. Да, кстати, вы знакомы с академиком Чанышевым? Вот вам и случай. Удачнее не придумаешь. Какой у нас номер? 25-й, я думаю. Нормально. Лев Григорьевич, обед накрыт в банкетном зале. КОНЕЦ Вот вы где. Может быть, хоть вы мне объясните, что в конце концов происходит? У меня такое ощущение, будто я сваляла огромного дурака. Машенька, по-моему, я тоже свалял. И тоже немалого. Ничего себе уикенд. Все точно с ума посходили. Ольга с Сережей закрылись и не открывают. Дед куда-то запропастился. И вы помалкиваете. Ну, если честно, то я сам ничего не понимаю. Да я бы на вашем месте давно бы во всем разобралась. Прижала бы этого вашего Воскобойникова. Или Сережку. Уж вам-то они наверняка бы все рассказали. Машенька, прижать это как-то не по-дружески. Захотят, сами расскажут. Ну, вот и сидите. Ждите, пока захотят. А я прямо-таки умираю от любопытства. Знаете что? Давайте умирать вместе. Потому что в вашем обществе даже это сплошное удовольствие. Оставьте, пожалуйста. У меня на вас стойкий иммунитет выработался. Кстати, где это чудовище Воскобойников ваш? Я его допрошу. Сама допрошу. Он занят. Это с кем же? Ведь вы-то здесь, а Сережа там. Паламидов. Лев Григорьевич. Знаете такого? Вот в чем дело. Ну, тогда действительно. Что, важное лицо? Лицо не очень. Фигура. Да. Я, Юрий Васильевич, специалист по машинам сверхвысокого давления. И в литейных делах соображаю на уровне дилетанта. Однако, в вашем проекте, смею надеяться, до сути добрался. И если говорить откровенно, то не совсем понимаю, на что вы рассчитываете? На здравый смысл. Термин, прямо скажем, не совсем научный. Тем не менее, на нем вся наука держится. По крайней мере, прикладная. Но это только на первый взгляд, Юрий Васильевич, причем на самый первый. А вообще-то в ней бездна загадочного. Например? Ну, вот вы с Сергеем Петровичем когда-то в неразлучных друзьях ходили, а вот видите же. Ну, если это и загадка, то во всяком случае ненаучная. Скажите, Юрий Васильевич, почему вы не остались в аспирантуре? Не захотел. А ведь это кратчайший путь в науку. Короткий не самый лучший. Где, когда, какой великую выбирал? Ну-с, Юрий Васильевич, позвольте вам заметить, что вы любопытный собеседник. И весьма. Я прошу прощения. Меня ждут. Вы не могли бы зайти ко мне через 15 минут? 27-й номер. Мы продолжим нашу беседу, она обещает быть интересной. Особенно для вас. Хорошо. Да, огромный промах я в свое время допустил, Сонечка. Огромный. А то бы взлетел. Глазоко взлетел. Можно сказать, воспарил бы. Грех вам жаловаться, Борис Федорович. Куда же выше? Ах, зам по быту. Невелика персона. Мне б дураку институт надо закончить. А я на техникуме остановился. Все, спасибо. Решил по общественной линии пробиваться. Лишь? Лихо, надо сказать, двинул. Лихо. В 30 лет. Зам предоблсовпроф. А? Москва на горизонте маячила. Еще бы чуть-чуть, и тот же Лев Григорьевич на побегушках бы у меня был. А потом? Ну, что потом? Переизбрали. Ненадежно это дело оказалось, общественная линия. В любой момент переизбрать могут. Вам не удастся отделаться шуточками. Вы должны рассказать все. Ну, что произошло между вами и Сережей? Отвечайте, не стесняйтесь здесь все свои. Ну, почему вы решили, что между нами что-то должно произойти, а? Но вы же были друзьями и не виделись столько лет. Машенька, оставьте их. У них, очевидно, накопилась масса важных мужских дел. Не будем мешать им. Ольга Кирилловна, откройте, это я. Ольга, вы, именно вы должны встретить Андрея Павловича Первой. Рассказать ему все. И уговорить его применить все свое влияние, все связи, чтобы факт, ну, скажем, заимствования некоторых технических идей не был обнародован на техсовете. Воскобойникова я беру на себя. Вы понимаете меня, Ольга Кирилловна? Угу. Шум, я думаю, будет порядочный. Но уж вы постарайтесь выдержать его и настоять на своем. Хорошо. Андрей Павлович человек не злой. Любит вас, как родную дочь. Так что все обойдется. Спасибо. Виноват. Софья Андреевна, можно вас на минуточку? Да, я слушаю вас. Сонечка. Ну, хорошо, ладно. Софья Андреевна, кто это? Это мой знакомый. И что же нужно вашему знакомому в служебном помещении? Вы спросите у меня. У меня стопроцентный слух и очень внятная речь. Я вас спрашиваю, Софья Андреевна, что делает посторонний человек в помещении профилактория. Кстати, я вижу его здесь уже не впервые. Так вот, вы работник еще не опытный, не искушенный. Я надеюсь, мне не придется вам делать больше подобных замечаний. А теперь попросите вашего знакомого немедленно удалиться. А если я не уйду? Вас выведут? Да, не улыбайтесь. Вотрезвитель самое подходящее место для таких бездельников. Как брань тебе не надоела. Расчет короток мой с тобой. Ну так, я празднен, я без дела, а ты бездельник деловой. Да как вы смеете? А это не я, это Пушкин Александр Сергеевич, классик. Ну что взять с классика? Вон! Антон, выйди вон. Это мое прозвище. Негодяй. Ты же прекрасно знаешь, что тебе это ничем не грозит. Ты все равно уйдешь. Уйдешь! Но она-то останется. Пожалей хоть ее. Уйди по-хорошему, уйди, ну! Я, кажется, действительно переборщил. Я искренне прошу простить вас. И Софья Андреевна, вам, вероятно, известно, что через три дня на завод прибывает бригада монтажников. Ну, на монтаж пресса 420-73. Ну, да, бригада Силуянова. А я Силуянов. Вот мои документы. И направление в профилакторию. Ну. Фух. А сразу сказать не могли. Ну, уж очень неогрешно и розыгрыши люблю. До невозможности. Ладно, располагайтесь. Благодарю. Софья Андреевна, устроите товарища. Прошу. Я домой. Завтра день и вовсе сумасшедший. Еще раз прошу простить меня. Предобещаю быть деликатным. Бог простит. Да, так что там Александр Сергеевич сказывал насчет деловых бездельников-то? А. Это не про вас. Про вас писал знаменитый Роберт Бернс. Он важный начальник. И он джентльмен. Вы часто встречали такой феномен? А? Хм. Хм. Спасибо. И процесс этот, Юрий Васильевич, принял размеры поистине катастрофические. Теперь все хотят изобретать. И никто не думает о том, что чем больше изобретений, тем труднее их стало защищать. Хотите работать в нашем институте? Получите отдел с весьма перспективной тематикой. Дадим неограниченные средства. Ну, Лев Григорьевич, вы так бьете по-богатырски, без предупреждения. Разудись плечо, размахнись рука. А в ручонке-то оклад и квартира немедленно. Бить так бить. Оклад. А вы знаете историю главы Гринической обсерватории Брэдли? Не умудрен, ознакомьтесь, делайте милость. Ну, когда королева Анна узнала, что тот получает буквально нищенское жалование, она хотела немедленно повысить ему оклад несколько раз. Брэдли, испуганный, на коленях просил ее не делать этого. Странные люди эти, астрономы, особенно королевские. Ну и чем же он мотивировал свой противоестественный каприз? А тем, что когда место главы обсерватории начнет приносить большой доход, то станут назначать не астрономов. Без корысти ради святой науки. Но, Юрий Васильевич, времена королевы Анны, к счастью, давно миновали. Хотел бы я знать, сколько получает глава Гринической обсерватории теперь. Мы с вами должны выполнять завет далеких предков. Добывать для семьи шкуры и мясо. Вот долг настоящих мужчин. А, наверное, поэтому все настоящие мужчины ушли в торговлю. Ну и что же вы ответите на мое предложение, Юрий Васильевич? Вы разрешите мне подумать? Только не слишком долго. Одну минуточку. А теперь, Юрий Васильевич, я должен сообщить вам нечто значительно менее приятное. Ваш друг детства Алтынцев, Сергей Петрович, представит на техсовет новый проект машины с усовершенствованным кристаллизатором. А это фактор, пожалуй, решающий. Мне стало известно, что идея нового кристаллизатора принадлежит вам. Вас это все не удивляет? Нет, не очень. Что-то в этом роде я ожидал. На основании чего? Я не получил ответа на одно письмо. Что вы намерены предпринять? Главное предпринять. Много стихов знаете. Ну, признайтесь, специально заучиваете, да? Для успеха у женщин. Стихи штука универсальная. А я вот как-то к ним не очень. У нас в классе многие считали, что литература предмет вообще лишний. Знаете, я тоже раньше так считал. А вот как в первый раз уехал на целый год из России, такая меня тоска взяла по-русскому слову. Вот с тех пор и... Хорошая жизнь у вас? Всякая. Немножко того, немножко этого. А вы не пробовали ее искать? Кого? Ну, жену вашу. А я ее и сейчас ищу. А найдете, работу бросите? Сначала надо найти. Нет. Ничего у вас с ней не получится. Почему? Такой уж вы. Продяга. Антон Павлович, скорее! Что? Сережка не открывает и не отзывается. Окна на этой стороне? Нет, на той. А ну, открывай! А ну, открывай! Ну, открывай, открывай! Серега, Сергей! Сереженька! Серега, что с тобой? Ну, мне-то ты можешь сказать по старой дружбе, а? А вы хорошо играете. Зло. Вдумчиво. Не составите компанию? Нет, я все равно вам-то играю. И не потому, что не умею, а потому, что для вас весь смысл в выигрыше, а для меня в игре. Почему вы так решили? Оденьтесь, простудите. У вас лицо такое, выигрывающее. Это нелегко выигрывать. Проигрывать, по-вашему, легче. Не проиграешь, не научишься выигрывать. Ну, и что ты собираешься делать теперь? У тебя есть только один приличный выход. Все рассказать техсовету. У вас неотложный разговор? Я свое сказал. Ты понял, Серега? Все очень просто. Или, или. Что это за вездесущий юноша? В школе вместе учились. Как? И с ним тоже? Должен сказать вам, что круг ваших школьных знакомых чрезвычайно широк. Судя по всему, он побуждал вас к покаянию. Дорогой мой Сергей Петрович, ни о каком покаянии даже помыслов быть не может. Можете сходить с ума, воля ваша. Можете кончать жизнь самоубийством, но подложить бомбу под наш институт я вам не дам. И ни в коем случае не позволю вам выставлять на всеобщее посмешище нашего общего руководителя Андрея Павловича. Ведь если вы не укоротите вашу патологическую честность, ему на троне не усидеть. А вслед за ним, легче майского пуха, вылетит его любимая племянница. Она же ваша супруга. И ась многогрешный. Я уж не говорю о вашей персоне. В этом прискорбном случае вам до второго пришествия не отмыться. Вообще-то за подобные шалости следовало бы вас под ботаги поставить. Но нас-то, ваших благодетелей, за что? А ведь выкинут под жизнерадостный хохот всей научной общественности. И в прессе ославят. Так что уж помалкивайте в избежании. Согрешили? Ну так грешите до упора. Противно мне это все вам советовать. Ты уж что ж теперь поделаешь? Вы по собственной инициативе соизволили в нечистоты по уши влезть. Так ведь нас с собой в компанию не зовите. Так-то вот, Сергей Петрович, закон выживаемости штука строгая. Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. А ваш бывший школьный приятель будет молчать. Это я обещаю. Слушай, ты уже знаешь? Что? Ну, про сережку. Знаю. Кто бы мог подумать. Слушай, Евраня. Ты должен дать ему шанс. Шанс? Надо, чтобы он сам рассказал техсовету все. Это единственный выход для него. У таких, как он, по меньшей мере всегда два выхода. Да брось ты, ты что, не знаешь сережку, что ли? Вот потому и говорю, что знаю. Ну прекрати! Тут такие дела, а он... Что делим молодые люди, славу или наследство? Ба, да лица-то оказывается все знакомые, до боли. Вот как появляетесь вы, так мне приходится удаляться. Исключения не будет. Увы. Вам катастрофически не повезло с соучениками. Что да, то да. Мне нужно было остаться на второй год в первом классе. Когда еще оставляли. Прошу вас. Прошу. Играете? Выигрываю. Мне иногда тоже везет. Хотите партию? Почту за честь. Пирамидку? Американку. Занятие не для мужчин. Партия закончится в пять минут, а для плотной беседы этот срок маловато. Я думаю, уложимся. Ставьте. Кто начнет? Если позволите. Прошу. Прошу. Вы рискуете. И не совсем оправданно. Люблю открытую игру. Это не всегда разумно. Хотя и благородно. Кстати, об открытой игре вы успели подумать? О вашем предложении успел. Порадуйте старика. Нечего. Неужели отказываетесь? Категорически. Но почему? Лучше быть головой у мухи, чем хвостом у слона. Это, во-первых. Во-вторых, я работал над своим кристаллизатором не один. За мной КБ, завод. И отречься от них я не могу. Похвально. Однако, позвольте мне напомнить вам биографию двух известных всему человечеству гениев. Джордану Бруно и Галилео Галилея. Один был очень принципиален, и его предали огню. А другой позволил себе маленький компромисс. И умер своей смертью, окруженной родными и близкими. А потомки чтут их одинаково. Одного за то, что был непреклонен, а другого за то, что был мудр. Надо только почаще повторять про себя слова. А все-таки она вертится. И полный душевный комфорт вам гарантирован. Я не Галилео Галилея, не Джордана Бруно. Взятки не беру, даже борзыми щенками. Хороший удар. Правда, шар не взят, но смелость. Значит, по-вашему, мое предложение взятка? Взятка. А как по-вашему? Значит, война? Ну какая же, Лев Григорьевич, между нами может быть война? Мы же советские люди. Просто предстоит свободный обмен мнениями. Не только. Не горячитесь, Юрий Васильевич. Если вы решитесь довести историю с кристаллизатором до сведения техсовета, вы сделаете роковой ход. Заявка на имя Сергея Петровича Алтынцева давно зарегистрирована в комитете по изобретениям. А ваша, насколько я понимаю, еще нет? Так что наш приоритет узаконен, и ни один юрист не возьмется его опротестовывать. Доказать вы ничего не сможете, и к тому же у вас появятся... Да нет, ну не враги, конечно, а, скажем, абсолютно безразличные к вашей судьбе люди. Немного. Человека два, три, но... Очень серьезных. Партия, Юрий Васильевич, примите соболезнования. Считаю своим долгом заявить, что в вашем лице я мог бы приобрести великолепного партнера. Жаль. Ну что, вы же совсем промокли. Господи, да разве в этом дело? Ольга вот совсем закоченела, а деда нет и нет. Может быть, мне пойти за ней? Да не пойдет она. А вам-то зачем дед понадобился? Разговор есть. О Сереже? Не только. Ох, дела. А этот ваш Воскобойников очень мне не понравился. По-моему, он абсолютно не интеллигентный человек. Да? Почему вы так решили? Потому что интеллигентный, это не ученый, не эрудированный и даже не воспитанный, а прежде всего добрый человек. Добрый? Но смотря к кому? Да без смотря, ко всем вообще. К подлецам тоже? Ну, знаете, вы бы еще бандиты вспомнили или убийцы. Машенька, вы все-таки идите, переоденьтесь. Дед! Машенька, вы все-таки идите. Машенька, вы все-таки идите. Шторм, шторм. Что же все-таки будет, как вы думаете? Трудно сказать. Хотя, если мы с вами будем тверды и последовательны, думаю, что все образуется. Я же вам сказала, что я сделаю все, что смогу. Знаете, Дина Анатольевна, а ведь мы с вами когда-нибудь станем очень большими друзьями. Верьте мне. Боже, сохрани. Я ничего не желаю услышать об этом негодяе. Несовершенно безразлично его будущее. Не наплевать на то, что он там чувствует, как переживает. Он сам себе подписал приговор. Но ведь это же и мне. Значит, он дважды негодяй. Он не мог не знать о том, что его позор это и твой позор. Это наш общий позор. Неужели ты ничем не поможешь ему? Чем? Чем я могу помочь? Я никогда не торговал краденым. Я никогда не укрывал мелких жуликов. И сейчас не собираюсь. Даже из любви к твоей матери. К тебе. Ты куда? Пора. Да ты в своем уме? Мне здесь больше делать нечего. Тебе я думаю тоже. Вы не смейте. Антон Павлович с вами никуда не поедет. Сами как хотите, а его оставьте в покое. Вы не имеете права. Я тебя жду в машине. Юра. Он все равно уедет. Да не может быть. Юра. И пусть уезжает. И с катертью дорога. Юра. Запомни, пожалуйста, что бы он ни сделал, я люблю его и буду любить. Я все переживу. Позор. Насмешки. Мы оба уйдем из твоего института. И уедем. И оставайся со своей этикой ученого. И высокой нравственностью. Я никогда. Слышишь? Никогда не вернусь в твой дом. Твой дом, дядя Андрей, был моим домом. Нашим домом. И ты сам разрушаешь его. И ты сам разрушаешь его. Где Вскобойников? Я сейчас же должна его увидеть. Внизу, в машине. Вас дедушка зовет. Слава богу, вы еще не уехали. Ой, разрешите. Пожалуйста. Вы курите? Нет. Я вообще-то тоже. Но сейчас бы с таким удовольствием закурила. Не курите, а сигареты имеете? На всякий случай. Завидная предусмотрительность. Я жена Сергея Алтынцева. Мне надо поговорить с вами о случившемся. Я знаю все, что произошло между вами и Сережей тогда. 17 лет назад. Мне Сережа сам об этом рассказал сегодня. Ну почему вы молчите? Скажите хоть что-нибудь. Я слушаю. Дайте еще сигарету. Да ничего похожего за ним не водилось. Нормальный парень был. За чужую спину никогда не прятался. Ни в драке, ни во всем остальном. И если бы не он сам рассказал мне, я бы ни за что не поверил. Я не знаю, как же он мог. Тут, видимо, не так все просто. Нет, он, конечно, виновен. И говорить не о чем. Ну, может быть, не он один? Я знаю, что поиски виновного надо начинать с себя. Не думал об этом. Но мне себя упрекнуть не в чем. Я не о вашей личной вине, Андрей Павлович. Я о другом. Я, конечно, в ваших ученых делах спец небольшой. Однако, как выяснилось, и в ваших делах, и в наших есть все-таки общая. Это честность. Она всюду честность. И вот я думаю, как же так получается? Что вот у нас, например, отличные ребята меняют классовую позицию на кассовую. А у вас такие роскошные парни, как Сергей, идут на прямой подлог. Ведь есть же этому причина. И не шуточная. Может, вы знаете, Андрей Павлович? Андрей Павлович, моих мозгов, видимо, для этого недостаточно. Извините. Но когда в доме вспыхивает пожар, хозяину как-то не до того, чтобы заниматься теоретическими исследованиями. Ему надо пожар гасить, а не выявлять причины его возникновения. Скажите, может быть, вам стоит поговорить с Юрием, с Юрием Васильевичем Воскобойником? Я позову его. Это ничему не поможет. А ну, конечно. Но ведь и не повредит. Я знаю, вы любили эту женщину. Но ведь он тоже любил ее. А потом встретил меня. Когда вы узнали, что он с ней разводится, вы приехали в Москву. Сказали, что это подлость. Что он женился на ней только потому, чтобы остаться в Москве. Но ведь это же неправда. Он любил свою первую жену. Потом полюбил меня. Любит и сейчас. Разве так не бывает? Вылазь. Тебя академик ждет. Для разговора. Не уходите. Очень прошу вас. Скажите, что Юрий Васильевич обязательно придет. Но попозже. Так ведь академик же. Ничего. Подождет. А где же Воскобойников? Неужели отказался? Придется подождать. Не велено беспокоить. Вы с ума сошли? Не надо торопиться. Сказано же, не беспокоить. Послушайте, вы! Это, наконец, становится просто невыносимо. Вы постоянно путаете еще меня под ногами. И сунете нос не в свои дела. Я советовал бы вам не забывать, что вы всего-навсего бригадир монтажников. Хотя вы и спец. Вам тоже следует помнить, что вы всего-навсего секретарь. Хотя и ученый. Я, в конце концов, хочу просто подышать воздухом. Пожалуйста. Спасите Сережу от позора. Я не стану обещать вам никаких благ. Вы спасите. Сейчас Сережу легче всего уничтожить. Ему уже никогда не подняться. Разве это благородно? Бить лежачего? Сейчас все зависит от вас. Юрий Васильевич, умоляю. Вас хочет видеть Андрей Павлович. Это очень важно, поверьте. Иначе бы я к вам не обратился. Прошу вас. Юрий Васильевич. Сюда. Только уж вы, пожалуйста, будьте поснисходительны, Юрий Васильевич. Андрей Павлович весьма уважаемый человек. Он сейчас в крайне трудном положении и не помочь ему было бы просто жестоко. Андрей Павлович, разрешите представить начальник конструкторского бюро литейных машин воскобойников Юрий Васильевич. Ну, я просил вас прийти, Юрий Васильевич, чтобы вместе обсудить известный вам щекотливый вопрос. Я приношу глубочайшие извинения. Мне нечего сказать вам, коллега. Вы обязаны поступить так, как подсказывает вам долг инженера и гражданина. Андрей Павлович. Идея кристаллизатора принадлежит Сергею Петровичу Алтынцеву. Он мне высказал ее еще на пятом курсе института. Все, что вокруг нее сейчас происходит, не имеет под собой никакого основания. Рад был знакомству. Слава Богу. Слава Богу. Все правильно, Оленька. Все правильно. Ради любимого человека можно пойти на все. И даже на унижение. Вы так говорите, будто вам тоже приходилось. А вы знаете, пришлось. И не дали, как сегодня. Дина Анатольевна. Это Андрей Павлович, мой дядя. Неужели он об этом не знает? Нет. Значит, пожалел. А он тебя нет. Ни тогда, ни сейчас. Ну, это его дело. А твое? Помалкивать? Нет, Юралья. Есть вещи, которые прощать нельзя. Жлобство, подлость продажу. За это морду бьют. Ему-то есть за что. А другим? Жене Чанышеву. Этой девочке. Да. Слушай, ну, как же твоя машина? Ребята, они же верят тебе? И потом, если на техсовете будет утвержден тот проект. Предела совершенству нет. Будем работать. Стой. Зайдем. Да не надо. А то. Подожди. Подожди. Одну минуту. Слушай, Сережа. Мы выпить хотели. А надо? А ты считаешь, что нет? Я боюсь, что вам будет противно со мной пить. Извините. Да. Угу. Так. Угу. Понимаю. Все ясно, Лев Григорьевич. Все непременно. Ну вот, сейчас и выпьем. Там уже накрывают столы и открывают бутылки по случаю некоего неофициального, но чрезвычайно важного события. И просят нас не задерживать с прибытием. Я не пойду. Я тем более. Нельзя. Нельзя. Никак нельзя. Мы ведь не виделись 18 лет. Вечность. А мы обязательно должны выпить за встречу. Ведь неизвестно, когда снова доведется. И доведется ли. Прошу. Уикенд продолжается. Спасибо. Бокалы и селфейн. Хорошо. Машенька, быстро, 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 быстро. Так. Это сюда. Ну что, в общем, я думаю, все нормально. По-моему, хорошо. Нет, правда, Андрей Павлович, ну это невозможно. Но ведь это всего каких-нибудь полчасика. Машенька, дед. Дед, если ты сейчас же не придешь, я устрою тебе грандиозный скандал. Прям-таки космический. Ну, дедуленька, ну, пожалуйста. Нам без тебя будет невыносимо скучно. Помнится. Антон Павлович, Сережка. Как я рада видеть вас. Я думала о вас плохо и была не права. Сюда, молодые люди, сюда. Где жар свечи, дробица в хрустале. Располагайтесь, пожалуйста, и чувствуйте себя не как дома, а значительно свободней. Андрей Павлович, я прошу вас таскать семейное окружение. Дорогие друзья, наконец-то наш уикенд принял подобающее направление. Нет ничего возвышеннее, чем дружба. И пусть дамы меня извинят, именно мужская дружба. Она одна принадлежит исключительно человеку. И не имеет аналогов природе. Нет ничего бескорыстнее, чем она. Нет ничего жертвеннее, чем она. Она не помышляет о дивидендах. И я прошу вас, друзья, выпить за это чистейшее из чувств. И за людей, которые остались верны ему даже спустя 18 лет. Прошу внимания. Имею небольшое, но весьма существенное дополнение. Не далее, как сегодня, вы, Лев Григорьевич, убеждали меня, что люди, как и звери, живут стаями. Или, выражаясь более изящно, прайдами. В отличие от львиных, человеческие прайды формируются не только по семейному признаку. Это, так сказать, первичное формирование единомышленников. Да-да, именно единомышленников. Потому что объединяющим началом служит одна единственная мысль. Как бы кто ни посягнул на их материальное благополучие и душевный комфорт. Ну а более высокая форма объединения по шкурным интересам. Клан. Перед вами, милостивые государи, клан академика Чанышева. Сергей Петрович, опомнитесь. Пусть говорит. Я прекрасно понимаю, что никто не виноват в случившемся, кроме меня. Никто. И нет сейчас суди для меня более строгого и беспощадного, чем я сам. Я буду судить себя по высшему закону совести. Андрей Павлович, уж кто-кто, а вы-то должны были знать, что ни свою племянницу, ни меня вы просто не имели права брать свой институт. И не только потому, что этого требует этика ученого и совесть гражданина. Я все свои усилия, всю жизнь отратил на то, чтобы оправдать свое присутствие в вашем институте. Я должен был стать чем-то большим, чем просто взять академика Чанышева. А это очень нелегко, Андрей Павлович. Вы даже себе представить не можете, как ярок ореол вашего имени и как трудно на его фоне стать звездой хотя бы шестой величины. Как я боялся, что звание вашего зятя в глазах моих коллег и товарищей значит несравненно больше, чем я сам, моя личность, что меня уважает только за это. И я доказывал, 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 пока не надорвался. А когда не осталось ни сил, ни таланта, я пошел на самое низкое из преступлений. Ведь кража идей еще безнравственней, чем кража денег, ибо уголовно ненаказуема. Если крадущему деньги требуется хотя бы элементарная смелость, то крадущему идеи достаточно одной низости. Я слишком уважаю вас, Андрей Павлович, чтобы не сказать вам. Будут новые жертвы. Хотя бы будущему, что и же Марье, или она сама. Вы бы все-таки к себе поближе. А то, как бы ни получилось, что идею Воскобойникова украли не вы, а Андрей Павлович. Всему свое время, Лев Григорьевич. Но сначала я уж о вас. Никто не сделал для меня больше, чем вы. Это вы настояли, чтобы Андрей Павлович взял меня в свой институт. И казалось, я не должен испытывать к вам ничего, кроме благодарности. Но уж извините! Не испытываю! Все это вы делали не ради меня, и не ради академика Чанышева. А уж тем более не ради дела. Вы знали, что каждое ваше доброе слово обо мне, каждый ваш голос, поданный за меня, принесут вам баснословный процент. Академик Чанышев не монумент. Он живой человек. И вы знаете, что когда дело коснется вас лично, он не сможет не вспомнить о ваших родениях его родному человечку. С каким бы презрением он к вам не относился. Все мои посты и назначения, это неподсудная форма взятки, публично вручаемая вами, академику Чанышеву. И она приносит свои сладкие плоды. В результате ваше влияние в институте, если и уступает влиянию академика Чанышева, то совсем чуть-чуть. Вот почему, когда я вижу вас, Лев Григорьевич, и вам подобных, мне почему-то начинает казаться, что если бы материя знала, к чему приведет ее эволюция, она наотрез бы отказалась эволюционировать. Я уверен, что такую же взятку вы предложили и присутствующему здесь Воскобойникову за его молчание на техсовете. И похоже, что он принял ее. Иначе у нас не было бы повода устраивать этот пир победителей, слишком похожий на пир во время чумы. Сережа, ты окончательно сошел с ума? Возможно. Но какое это счастье сразу освободиться от всего, что столько времени мучило меня. Ты извини меня, Оля. Никому я не причиняю сейчас такой боли, как тебе. Прости, но я не мог не сказать всего этого. Я наверняка привился бы на такой благодатной почве и припеваючи жил бы на купоны со своего высокого родства. Но рядом с тобой, Оля, с твоей любовью, это невозможно. Вот, собственно, и вся история о том, как, в общем-то, небесталанный парень потратил свои лучшие годы ни на что. И, судя по вашим глазам, это зрелище не доставляет вам эстетического наслаждения. Единственное, кому я завидую, так это тебе, Тоша. Ты принадлежишь сам себе. Будь счастлив и дальше. Мы все знаем, что заводская машина экономичнее, но сделаем все, чтобы не пустить ее в производство. Своё мнение по поводу авторства кристаллизатора я изложил в этом письме, адресованном техсовету. Дина Анатольевна, этот конверт я вручаю вам. Надеюсь, вы передадите его по назначению. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж ты молчишь? Ну скажи же хоть что-нибудь, дед! Мне нечего сказать, Маша. Я верил, что у меня хватит ума и совести для того, чтобы уберечься от присущих всякому высокому положению соблазнов. Однако не уберегся. В том, что случилось с Сережей, я виноват не меньше, чем он. Мне очень стыдно. Здесь, в этой земле, лежат мои отец и дед. Они были простые крестьяне. Сейчас они не узнали вы меня. Нам, по-моему, тоже пора. Вот мы и выиграли, Дина Анатольевна. Наш Союз как нельзя лучше оправдал себя. Вы уверены в этом? Еще бы. Да после сегодняшнего фейерверка наш институт на техсовете буду представлять я один. А новый техсовет, да еще в подобном составе, соврать будет, пожалуй, труднее, чем отменить решение старого. Дайте-ка мне этот, с позволения сказать, документ. Я найду ему надлежащее применение. Я не могу этого сделать, Лев Григорьевич. И более того, если вы окажетесь правы, и на техсовете от института не будет никого, кроме вас, я сама прочту присутствующим письмо Сергея Петровича. Продолжение следует... Что же теперь будет? Он поступил правильно. А это главное. И нам, и ему это послужит уроком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok